Сегодня весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. В Якутии вирус иммунодефицита зарегистрирован в 29 районах. Алданский район занимает пятую позицию по количеству больных. Как там ведется работа по борьбе с опасным заболеванием, расскажет Татьяна Вахнина. 62 года. Таков возраст старшего пациента, состоящего на учете в Алданском центре СПИД с диагнозом ВИЧ. Самым молодым носителем инфекции чуть за 20. По численности инфицированных в Якутии Алданский район занимает пятое место. По Якутии в 29 районах нашей Якутии регистрируется ВИЧ-инфекция. На сегодняшний день зарегистрировано 1872 человека. В Алданском районе ВИЧ-инфекция регистрируется с 1997 года. Основным остается половой путь заражения. В настоящее время выявлено 119 человек, пораженных вирусом иммунодефицита. Надо понимать, что это верхушка айсберга. Потому что, во-первых, не все люди вошли во вхват обследованных на ВИЧ-инфекцию. Во-вторых, есть ряд людей, которые временно проживают здесь, работают вахтовым методом. Согласно ошибочному мнению, ВИЧ и СПИД – это удел маргинальных слоев. Жизнь показывает, что это не так. Вследствие неосторожности носителем вируса может стать каждый. В профилактической работе алданские эпидемиологи ставят акцент на так называемые группы риска. К ним относятся не только наркоманы и люди, неразборчивые в связях. Это и подростки, это старшеклассники, это ученики техникумов и медколледжа, например, в нашем случае. Это медработники, это взрослые люди других предприятий. 1 декабря весь мир отмечает День борьбы со СПИДом. Мероприятия и акции нацелены как на поддержку носителей ВИЧ и больных, так и на формирование культуры у людей здоровых. Твой знакомый или близкий тебе человек заразился, стал ВИЧ-инфицированным, то это не значит, что от него нужно отворачиваться, может быть, протянуть руку помощи или хотя бы поддержки, понимание этого, потому что не торопитесь бросать камень. При своевременном выявлении ВИЧ не приговор. Современные лекарства и терапия значительно облегчают состояние и продлевают жизнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шупачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.